Сегодня хочу сказать спасибо вот этим людям за поддержку моего канала Вне Стримов. Друзья, гигантская вам благодарность. Напоминаю, что всё, что вы присылаете Вне Стримов, попадает в следующие же видосы. Ни про кого не забываю, главное чекайте, что ролики выходят ежедневно. Я сейчас удивлюсь, кстати, если мне дадут всё-таки Counter-Strike 2. Но это будет такой маленький шанс. Это кошмар. Это сейчас такой мизерный шанс. Аааа, дали? Да ну, Пектер, тебе дали, КС-2? Подожди. Судя по всему, какие-либо слова излишние. Сейчас я нахожусь в лобби до сих пор Counter-Strike Global Offensive. И технически я готов попрощаться с этой версией. Потому что сейчас идёт крупная и гигантская раздача. Наконец-то на бетку КС-2 валовы это дело подтвердили. Это значит, что для того, чтобы получить доступ, вот он находится вверху слева на экране, вам достаточно, первое, заиметь хоть какое-то звание в Counter-Strike. У меня, как видите, Wingman и... Сейчас, Wingman и Danger Zone без звания. Имеется только ММ-очное. Во-вторых, вам нужно хоть немножко заполнить графу ГО-ТВ. Во, видите? У меня она тут наиграна. Ну, не сказал бы, что игр, конечно, много. Ведь я даже порой неделю назад заходил сюда. И катал одни шорт-матчи. То есть это самое лучшее, что я могу посоветовать для того, чтобы откалибровать звание. Ну и, соответственно, после этого вам достаточно подождать, как я понимаю, сутки. И после этого придет инвайт на КС-2. А вы пока поставьте лайк. Потому что я давно хотел сделать вам ролик по второму Counter-Strike. Наконец-то я получил к нему доступ. И сейчас я нажму кнопку Enroll. Запускайся, тварь! Я ждал этого момента! Уже хрен знает... Сколько? Затемняется экран. Внизу слева появляется билд лимита теста. Вот. И, наконец, добро пожаловать в Counter-Strike 2. Лимитед Эдишн. Ага. И настройки, как я понимаю, немного сбились, да? Потому что изначально у меня музыки вроде не было здесь. Если честно, мне очень непривычно сейчас это все видеть. Кошмар. Наверное, вот это я подубавлю все-таки, да? И вот это. На самом деле, друзья, сегодня уникальный просто день. Потому что я очень долго ждал, когда меня, наконец, заинвайтят на эту лимитированную бету. Но, в общем, сейчас произошло примерно то же самое, что было с Outlast Trials. Когда тоже обещали закрытую бету. Но потом, в итоге, Valve потестили и поняли, что нужно гораздо больше людей для того, чтобы потестировать это дело в действии. Правила вы, в принципе, теперь знаете, как сюда добраться. И если уж у меня это получилось, то у вас получится тем более. Значит, тут у нас теперь инвентарь немного иной. Здесь можно поменять всякие шмоточки. Но у меня их и так нет. Так, ну и в качестве режимов у нас присутствует матчмейтинг. Это дезматч, казуальный и премьер-режим. То есть, компетитива и Вингмана все еще здесь нет. О, мапа, кстати, сменилась на Мираж. Внезапно. Короче, ребят, даже в CS 2 не дают мне поиграть. Ну что, ребят, вот полноценный доступ. КС, который вы, конечно же, теперь тоже можете получить. Давайте зайдем за контров. Потому что мне это хочется. А, КТ фул. Итерфул? What? Автоселект. Вот это начало Counter-Strike 2. Кто-нибудь ставьте шутку про то, что игроков стало настолько много после раздачи CS 2, что мы просто не умещаемся в одно лобби. О, наконец-то. Играю, короче, за контров. В этот раз мне выпало. И, кстати, это самое начало... Да, это самое начало дезматча. Жесть, как светло. Вау. Окей, ребят, ну что. Моя первая импровизация во втором Counter-Strike. Если честно, выглядит не так уж и плохо. Я давно ждал, когда что-нибудь... Ау. О, у него лоджик на аватарке. Кстати, красавчик, чувак. Я заранее тебя одобряю. Если честно, я уже тысячу раз вам говорил, но я давно ждал, когда, наконец, выйдет CS 2. В особенности для всех и сразу. Старался по минимуму себе спойлерить. Со звуком, кстати, какая-то проблема. Он приглушенный. Вообще, это, кстати, неплохо, что за стенкой, да, ты слышишь его приглушенным. В качестве реализма это круто. Но со стороны точки зрения Counter-Strike мы все прекрасно понимаем, что это не особо хороший ход. Как я понимаю, сторона... О, отлично. В Deathmatch, как я понимаю... Давно, кстати, не заходил. Сторона, как я понимаю, влияет только на то, с каким оружием ты будешь ходить, да? Либо с эмкой, либо с калашом. Чувак просто взял и вышел. Окей, такое бывает. На самом деле, кстати, очень хороший экран смерти здесь. И, в принципе, надо потестировать еще и менюшку с выбором оружия. Потому что, да, здесь есть на что посмотреть. Также, я думаю, мы сходим еще в казуальный режим и в премьер. Помните, посмотрите, как эта штука выглядит. Ранги, как я понимаю, они оставили, да? То есть, моя несчастная Nova, на которую я там забил давным-давно, да? Она здесь остается. Окей, кстати, муха выпала. С мухой много кто будет бегать, наверное? Ну, типа, я пока просто привыкаю. И говорю, надо... Я попал по нему? Подождите секундочку. По-моему, я попал. Дело, короче, такое, что... Да, надо немного привыкнуть, размять АИМ. Можно было, кстати, зарезать чел, он, по-моему, вообще был не в курсе насчет того всего. По поводу ребаланса оружия, как я и говорил, да, я особо себе не спойлерил в этом плане. Я думаю, что не только обновили графон в целом. Я, кстати, 92 в 1 ему дал. Друзья, но, как вы знаете, игр много не бывает. Поэтому хочу посоветовать вам простой и летсплейный канал. Особенность этого канала заключается в том, что у автора, к сожалению, имеется медицинский недуг. Однако, это нисколько не мешает ему заниматься любимым делом. Показывать и проходить для вас любимые игры и делиться своими впечатлениями. Чем не мотивация и уникальность для данного канала, когда человек делает то, что действительно хочется, и ничего этому абсолютно не воспрепятствует. Но главное, что посложной список из игр на этом канале достаточно велик. Каждый найдет для себя тот проект, который его поистине заинтересует. Ссылочку на канал Влада я оставлю в описании к этому ролику. Заходите, поддержите парня. Ему будет лишний раз приятно. Ну и такой небольшой косметический ремонт по картам, да, произошел. Я думаю, что все-таки, да, здесь по балансу теперь тоже сделали немного все иначе. И, как я понимаю, игроки в CS2 должны будут все равно потом привыкнуть к этому всему делу. Сколько я? Три кила дал? Нормально. Подожди. Я ему 73 в один дал. Я постоянно с этой мухи кого-то коцаю, но не убиваю. Давайте менюшку глянем. Так, ну вообще, кстати, удобненько, но если можно будет вернуть старую фичу с этим, с колесиком оружейным, будет, конечно, лучше для меня. Понимаете? Это очень странно происходит. Я когда хочу что-то сказать, поделиться впечатлениями с вами, я постоянно натыкаюсь на противника. Короче, с одной стороны, я человек уже старенький. Мне нравится, например, уже то, что привычно в ГО. Но, как я говорил, адаптироваться под прогресс это круто. И вообще, я, наверное, спецом менять даже не стал бы тогда стандартные настройки, потому что надо пробовать что-то новенькое. Если бы мне не зашло это, не знаю, там, часов за 10 хотя бы, я бы тогда забил. Гранаты тоже теперь в отдельные категории. Дефьюз кит это самая первая категория, как и бронежилет в целом. И здесь можем полагаться на М-ку. Притом, кстати, автобай еще можно сделать. Братан, ты что тут делаешь? Ты забыл про момент с инвулом? То, что, да, я могу в инвуле находиться сколько захочу, пока меня не прижмет. Низу слева броня ХП. Ну, я говорю, ребят, первая карта в десматче у меня будет состоять в основном из эмоций. То есть я буквально первую катку играю за столько месяцев ожидания. Они хотели вообще-то в августе релизнуть КС-2 для всех, но релизнули ровно с 1 сентября. Скажу прямо, это самый хреновый день, который они могли выбрать, в принципе, за все лето. Это, правда, самый хреновый день для них был. Привет. Ай! Блин, какой позор. Оставим. Проверим АВИК, друзья мои. АВМ, хотел сказать. Пупк, постоянно переигрываешь и называешь АВП АВМом. А, АВ... М, АВП. Ну, это вообще классическая тема. Но ощущается, кстати, неплохо. По поводу перезарядки. Ну, перезарядка все такая же, слегка картонная, я бы сказал. И почему-то раньше казалось, да, как я говорил, я старался не спойлерить себе все вот эти темы с КС-2. Я вообще думал, что они такие подтянут много чего здесь в плане доп. анимации каких-то и так далее. Осмотр ножика, кстати, заметил. Смотрите, какой... Смотрите, какой градус теперь берет персонаж, когда осматривает его. Если честно, это кошмар. Еще бы, кстати, за Т-сторону зайти. Я бы, допустим, калашик потестил. И одну из любимых пушек. Это СГ-553. Но, судя по всему, Олег Стриптизер сегодня не даст мне это сделать. Он прям насилует все лобби тут у нас. Я до сих пор еще пинаю всякие вещи на букву Х. Но не могу привыкнуть к заглушенным вот этим звукам. Ну, приглушенным. Который за стенкой. На самом деле, я бы с радостью на такую штуку посмотрел в матчмейкинге условном. Это было бы суперски. Ну, или, по крайней мере, вот в кэжуале, да, в который пойдем после этого. Это было бы интересно, прикольно и забавно. Есть такой небольшой перечень роликов. Я их выпускаю именно после Нового года. Как играется в 1.6 в Source в 2000... Ну, в каком-то году. В 2020Х году. То есть, когда будет 24-й, да, снова выйдет два этих ролика. И у меня есть такое ощущение, что скоро я добавлю туда триплет полноценный. Как играется оригинальная, короче, CSGO в 2020Х году. На 23Х я уже не рассчитываю. Ры-ри-ри-ри. Ха-ха-ха. Найс со стилем. Господи, сегодня, конечно, день просто мега интересный. А вообще, по поводу старенькой раздачи CS2. Мясть братан Тимурщик, передаю ему привет. Ему, короче, одному из первых, именно из общего доступа вообще, дропнулось CS2. То есть, он буквально, чтобы вы понимали, он примерно в те времена, он мне демку еще давал в Дискорде. И мы с ним буквально смотрели каждый миллиметр на те карты, которые были. Сейчас, кстати, добавили какой-то там патчноут. Они вроде постепенно переносят карты, да? С помощью патчноутов, так. И вроде как, то ли Инферно, то ли еще какую-то карту добавили. И вроде как Премьер, да? Могу ошибаться в этом плане. Ролик записываю, кстати, 3-го сентября, поэтому имейте это в виду. Я думаю, выйдет он уже 4-го. А когда вы это посмотрите, хрен знает. Вы видели эту дичь? Серьезно, посмотрите, какой угол делает персонаж. У него ножик рвется в руке буквально. Он реально рвется. Такое чувство, будто он просто из резины сделан. Я типа, что это такое? Не, выглядит, конечно, забавно, но я к старым анимациям просто слишком сильно привык уже. Все, по идее, готово. Ну, ладно. В троечку, к сожалению, войти не удалось. Там челы с шкомпотные сидят. Ну и в целом все по стандарту. То есть, далее голосуем за следующую карту. Ранг, воутинг. Я могу проголосовать за офис, к примеру. Но я бы, на самом деле, из этого лобби уже сиганул. Скажите, как? Ну что, дамы и господа. Посмотрели мы с вами сейчас на ДМ. Наверное, это будет большая часть ролика. Далее нажмем еще раз play. Самое время посмотреть, допустим, casual. А что такое practice? А, это типа с ботами, да? С ботами можно Вингман катануть. Подожди, все мои друзья катают в премьер. Такое ощущение, как будто это, короче, сарев, но немножечко импровизированный, что ли. Но, видите, слегка иной. Ладно. Давайте practice, что ли, Вингман. А что бы и нет. Доступно, кстати, только четыре карты. Вингмане, Vertigo, Inferno. Ну, давайте Inferno попробуем. Во всяком случае, хорошо бы еще посмотреть на дополнительные карты, которые не видел. А Inferno в одно время была одной из моих самых любимых. Не могу сказать, что со времен каких-то старых Counter-Strike'ов. Но, как минимум, в Condition Zero. Ну, начиная с Condition Zero. Потом идет Гео, к сожалению, в Сарсе. Потому что я ее совсем не помню. Если она была вообще. Вот. И, в принципе, сейчас, надеюсь, это будет CS2. Выглядит, кстати, карта потрясающе. Вот эти виды, которые они решили добавить, как Showcase. Это была отличная идея, как по мне. Ладно, давайте за T. За Control мы, в принципе, все не были. Да, поэтому, раз карты у меня в Casual недоступны. А Premier, ну, типа, там надо прям потеть жестко. Я все-таки хочу удовольствие пополучать. Давайте возьмем Desert Eagle. И посмотрим. Жесть, она, конечно, преобразилась. Мне придется потратить немалое количество часов. Возможно, даже десяточек. Для того, чтобы... Ой. Для того, чтобы, в принципе, посмотреть на все эти карты. А, окей. У меня бот, короче, всех вынес в это время, пока я смотрел на карту. Выглядит, конечно, потрясающе. Нажал пятерку. Все. Все, ребят, поплыл. Нажал пятерку, короче, и у меня чуть-чуть граната не купилась. Нужно очень срочно привыкать к новой менюшке. Это самое главное. Так, боты у нас тут, я так понимаю, в одну сторону, да, все время бегают? А, да. То есть тут можно спокойно чилить, ставить бомбу? Ход тот же. Его не поменяли. Я на бота его хочу оставить. Бот, Мару, забер... Ну, я хотел, чтобы ты забрал его. Окей. Потрясающе, конечно, все это выглядит. Я все еще не могу привыкнуть теперь к резиновому ножику здесь. Так, друзья мои, напомните, по-моему, скинцы из ГО же полностью действуют все, да, во второй КС-ке? Вот это, кстати, хороший выбор, интересная тема. Таб нажимаешь. На табе, кстати, в принципе, все то же самое, что с ГО. Это пока первое, что я заметил в принципе. А, ну ладно, еще комьюнити то же самое. Но это слишком глобально. Надо было, кстати, посмотреть хотя бы, какую одну из последних карт сюда добавили. Может, оверпасс вообще была последней на данный момент. Кстати, тоже одна из... Одна из любимых карт. Ты что там делаешь? Что происходит? Какой ужас. А это, друзья мои, карта под названием оверпасс. Вообще, мне, кстати, обидно, что они такие Вингманы еще не завезли сюда. Но учитывая, как сейчас сильно будет пополняться онлайн. Там в целом, по-моему, сейчас АВГшный онлайн. Сейчас скажу во сколько. Часов в 12. Именно, ну, полдень, я имею в виду, полудень. Полтора миллиона было. Вообще неплохо. Даже очень хорошо. Надо еще под вечер бы посмотреть. А я сейчас, наверное, знаете, как сделаю? Я сейчас, наверное, как закончу смотр, я еще в Steam зайду и скажу вам, что там по онлайну. Но у меня, короче, бот Юрец. Бот Юрец всех разваливает, правильно? Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Да, очень обидно разваливать ботов. Но, тем не менее, хочется посмотреть на карты, которые хрен я увижу в ДМе, пожалуй. Кстати, новых пушек, как я понимаю, в CS2 нет, да? Угу. Печально. Очень хотелось бы какие-то левые вариации получить. А то, ну, я имею в виду, типа, 5-7, ЦЗ, что там, МП-5, МП-7. Вот такие. Может, еще какую-нибудь одну вариацию добавили, было бы хорошо. Еще, кстати, оружие слева направо теперь смотрят. Они справа налево, внизу, справа на экране. Сейчас покажу вам его, видите? Поэтому, такие дела. Теперь можно чилить полноценно. У Фомаса звук очень приятный. Ну, в целом, так, на шоу-кейсе карта выглядит теперь гораздо ярче. Замечательно. Стены, кстати, они полностью убрали в этом плане. Ну, такие статичные. То есть, они теперь, теперь карты Вингмани будут иметь полноценные закрытые двери. Хороший выбор, мне нравится. Ну, и в целом, друзья мои, что я вам могу сказать? Калибруйтесь, если вы этого еще не сделали. Вал, вы, кстати, правильно, что надавили на эту тему. Сделать может каждый. И штука достаточно простая. Спокойно калибруйтесь. Прайм. Но прайм, думаю, приобрести сейчас вообще не сложно. И самое главное, после этого накатайте еще хотя бы пару игр. И ждите инвайт. Хотя, я думаю, при калибровке у вас и так, в принципе, появится хорошая история. Потому что первую игру в калибровке выиграть и получить ранг. Да я ни за что в это не поверю. Я однажды калибровался 7 игр. Притом, отыгрывал не так уж и плохо. Хотя, все мы прекрасно знаем, что... Найс! Гранаты, кстати, хорошо теперь выглядят. Спасибо боту, который закинул это дело мне. Ну и, в принципе, будем, наверное, потихонечку закругляться. Потому что, а что еще здесь делать? Видите, немножко кастрированная версия Counter-Strike 2. Да, то есть, как я говорил, есть премьер. Есть кэжуал, который... Еще раз. Да, оно не работает. Здесь, видимо, нужно, чтобы добили какие-то карты. Типа, Итали. Жесть Итали будет, вы представляете? Я вообще не помню, когда я последний раз слышал-то об этой карте. Ну и ДМ, конечно же, это основное. Тренировка АИМа, все дела. Но, в принципе, мне было приятно сделать ролик по Counter-Strike. Я очень рад, что Valve наконец одумались. Наконец выкатили хороший билд. И, наконец-то, раздают игру всем подряд. Что могу сказать? Пишите, что вы думаете по поводу второго Counter-Strike. Я буду периодически заходить, переучиваться. И, в принципе, что еще вам сказать? Ждем будущих апдейтов. И ждем, когда, наконец, ГО полностью почит. Правильно? Это же произойдет по итогу, да? То есть, CS2 же должна заменить ее? Ну и с вами был Спектр. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Если так, не забудьте оценить его лайком. Также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ролики по CS я выпускаю довольно редко. Но, тем не менее, First Person Shooter'ам мы здесь особое внимание уделяем постоянно. Всем удачи! Пока!